Друзья, сегодня я хочу вам рассказать и поделиться своим опытом об использовании iPhone, iPad и вообще Apple устройствами в целом. Если хотите узнать все до конца, досмотрите, поставьте лайк, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Ситуация. Компания Apple уже давно не скрывает то, что каждое обновление старых устройств они убивают, замедляют устройства, проблемы с камерой, проблемы с батареей, просто уже по факту, по исходу, ну и в целом автономность. Как мы знаем, любой новый iPhone, который презентуется, он создан уже для новой iOS. Вот как последнее было то, что публиковали у нас новый iPhone 13, они пилились под iOS 15 изначально. То есть на этих устройствах эти iPhone будут держать отлично. Те, которые устройства младше модели, они будут занижаться производительность, занижаться автономность будет и в целом работа камеры и так далее, и так далее. Открываю вам просто глаза, что нужно делать. Вы когда распаковываете телефон, покупаете новый или бэушный, неважно, вы должны оставаться на той iOS, на которой она есть. Если вы будете обновляться, вы просто приведете к тому, что вы занизите максимально свою производительность, всю в целом работу вашего iPhone и вы будете страдать. И вы опять же будете вынуждены идти на поводку компании Apple и покупать новый iPhone. Поскольку вы уже не сможете откатиться на ту iOS, которую было комфортно использовать. Была бы моя воля, я бы сидел себе на iOS 13.5 и все. И мне в принципе ничего не нужно было. Но поскольку я веду рубрику обзора по iPhone, по iOS и мне приходится проходить через эти страдания, поэтому я и делюсь в данный момент своим опытом с вами. Вот, поняли. Купили телефон, используйте в одной iOS, просто убираете обновления, они вам не нужны, используйте и все. Единственное, что могут быть страдания, это конечно же теряется емкость вашего аккумулятора и конечно же уже iPhone не будет так долго держать. Если вам будет интересно, что такое энергосберегающий режим, как вообще iPhone втянуть в этот режим, чтобы он держал долго, вы можете посмотреть по подсказке видео и по ссылке в описании под этим видео. Все просто, понятно, доступно. Как настроить, что использовать, что такое энергосберегающий режим, точно так же совершенно отдельное видео. И в принципе все будет доступно и понятно вам в данной ситуации. Если вы играете, мой совет вам, чтобы не разрушать батарею, не играйте на зарядке, не играйте в энергосберегающем режиме, потому что в этом режиме производитель не спадает в два раза и телефон греется. Любой перенагрев или переохлаждение, это разрушение емкости батареи, поэтому это не допускайте. Чтобы сохранить максимальную емкость вашей батареи, нужно не допускать ниже 20% разряд и заряжайте телефон до 30%, до 100% желательно, но главное не опускать ниже. Дозаряжать можно, избегайте переохлаждения и перенагрева. Это сохранит вам максимальную емкость батареи. Я как человек не игроман, вообще в принципе это не испытываю. Что еще нужно знать, в принципе это основа основ, если не будете обновляться, я не думаю, что это какие-то там супер фишки, стоит жертвовать тем, чтобы попробовать, а потом вы назад уже не сможете откатиться, это все такие хитрости, которые, ну оно того просто не стоит. Просто послушайте меня, оно того не стоит. Если у вас есть лишние бабки, пожалуйста, вы мамкин сынок, пожалуйста, идите, покупайте, выпрашивайте, пользуйтесь. Мне хватает моего iPhone 12, еще на пару лет мне его хватит, более чем достаточно. А в сети устройства, даже сейчас на iPhone 7 комфортно сидеть, поверьте мне, это вечный телефон. Айфон заменил батарею, вообще просто супер будет работать. Айфон вообще не имеет такое свойство старения, там не то, что Android, там он со временем просто начинает глючит, тормозить и так далее. У айфона такого нет, только заменил батарейку и все, пушка, бомба, дальше работает. Вот в принципе все то, что я вам хотел донести, используйте это, это очень полезное знание, поверьте мне, и вы сможете долго пользоваться своим айфоном. Дальше больше, скоро увидимся. Дальше больше, скоро увидимся.